Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Продолжаю я огуречную тему и в сегодняшнем ролике я хочу познакомить вас с гибридами огурцов салатного назначения. Но также хочу напомнить, что если вы приобретаете огурцы салатного назначения, их можно консервировать. Но единственное, о чем нужно помнить, что храним мы такие законсервированные огурчики максимум 2 месяца. То есть их нужно очень быстро скушать. Если остаются остатки, не все же огурцы мы можем в салате скушать, то можно их законсервировать на недлительный срок. Также гибриды, которые я сегодня покажу, либо я их выращивала, либо сестра моя. То есть они уже протестированы, проверены. На вкус я их все пробовала, поэтому рекомендую однозначно. Гибрид принц мини гладкоплодный. Сразу хочу ответить на комментарий, который поступил после ролика, где я показывала те невыносливые огурцы жаростойкие. О том, что написали мне, что гибриды гладкоплодных огурцов, они все жесткокожие. Но это совсем не так. Не все. Абсолютно не все. Вот конкретно принц мини. Замечательный гибрид. Что меня удивляет в этом гибриде, у него плоды абсолютно все одинаковые. Они вот как на картинке. Тоненькие, ровненькие, очень красивые. И если их замерить по линеечке, я, конечно, не замеряла, но могу вам сказать, что они просто все один к одному. Нет такого, что один длиннее, второй короче. То есть абсолютно все одинаковые. Они не длинные. У нас тут длина какая? 13-15 сантиметров. Ну, просто идеальные. Очень сладкие, ароматные. Для салатов замечательный огурец. Ну и также вот эти огурчики, которые я показываю, их очень легко формировать. То есть мы пускаем их сначала центральный побег, не прищипываем до конька теплицы. Затем побег центральный прищипнули, и боковые побеги у него относительно короткие. На этих боковых побегах вы соберете достаточно большой урожай. Но вот даже заходя в теплицу, глядя на эти огурчики, вот у меня, по крайней мере, сразу рука к ним тянется. Но настолько они привлекательные, настолько они заманчивые, прям ровненькие, красивые и очень-очень вкусные. То же самое могу сказать о гибриде патрон мини. Немножко, может быть, здесь будет разной длины, разной формы огурчики. Не такие идеально ровные, но исключительно кожица тоненькая, исключительно вкусный огурец. Также его рекомендую для салатов. И здесь размер до 12 сантиметров. И толщина всего 3-4 сантиметра, то есть диаметр огурчика всего 3-4 сантиметра. Также очень красиво они смотрятся на растениях, ровненькие, красивые. Следующий гибрид, гибрид Альянс. Очень хорош для потребления в свежем виде. И здесь у нас длина 13-12 сантиметров. Ой, нет, 15 сантиметров. Извините, до 15 сантиметров. Мансур. Очень популярный гибрид. Также имеет форму идеальных, просто ровных огурчиков гроздевого типа. Если огурцы патрон мини и принц мини, они не гроздевого типа. В пазухе по одному огурчику. Мансур. Это здесь по 2-3 огурчика в пазухе формируются. Но единственное, также нужно помнить, когда вы покупаете семена огурцов с пучковым заложением завязей, то подкармливать их нужно с каждым поливом, калийными удобрениями. И здесь у нас длина плода 12-14 сантиметров. Тестигрин. В прошлом году мы его, по-моему, да, первый сезон мы торговали Тестигрин. Но просто замечательный огурец. Этот огурец я не выращивала. Меня угостила наша покупательница. Летом угощала. Ну, исключительно хорош. Конечно, длинный, тонкий, но такой прям сочный, ароматный, великолепный огурец. Вот рекомендую тоже. Это голландская селекция. Длина тут до 24 сантиметров. Но он действительно очень длинный, тонкий, совсем даже не толстый. Такой вот примерно диаметр этого огурца. И в нем очень-очень мало семян. Семечки очень мелкие. Мне очень понравился этот гибрид. Следующий гибрид Габри. Также идет салатного назначения. Это японская линия, так же, как Тестигрин. Огурец очень ароматный. Очень ароматный. Вкусовые качества потрясающие. И вот здесь длина у нас 13-14 сантиметров. Урожайность отличная. Устойчив очень к заболеваниям. И также потрясающий гибрид Ни Хао. Очень меня он удивил вкусовыми качествами. Вкуснейший просто огурец. Да, вот такие вот у него хвосты вот эти тонкие здесь. Может быть, не очень это красиво смотрится. Но, знаете, сам по себе плод очень вкусный, очень ароматный. И я его, конечно, рекомендую. Ну, таких огурцов, таких вот салатных огурцов, максимум нужно высадить, мне кажется, два семечка. Двух растений вполне будет достаточно. Мы выращиваем у себя в саду салатных только одно растение. И этого вполне достаточно. А если с учетом того, что вот такие длинноплодные, если больше 20 сантиметров, выращиваем огурцы, вот здесь даже до 45 сантиметров длина огурца, то понятно, что вполне достаточно одного растения будет. Ну, вот я этот сорт гибрид не выращивала. Ну, сколько? Сантиметров 30, да. У меня, когда угощали, сантиметров 30 огурец длины был очень-очень длинный. Вот. И также, видите, можно делать вот такие заготовки какие-то на недлительный срок хранения на месяц. Вот битые огурцы здесь, в частности, показаны. И, по-моему, здесь где-то даже рецепт был этих битых огурцов. Нет, нету здесь этого рецепта. Вот. Но замечательные вкусовые качества просто исключительные. По одному растению вполне можно высадить. Как правило, в пакетах по 5, здесь даже 10 штук. То есть, вот если по одному растению выращивать, то на 5 лет одного пакетика вполне хватит. На этом я буду заканчивать. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Остался у нас с вами еще один обзор. Это по огурцам для консервирования. Да, еще я забыла сказать. Вот нет у меня здесь этих огурцов. Пакетиков с этими семенами. Это мельница. Также салатный огурец. Очень сладкий. Сладкий, сочный, замечательный. Ну, длина там где-то 15-16 сантиметров вырастает. Ну, до 15 это точно вырастает. И потрясающий, довольно-таки старый гибрид верента. На протяжении очень многих лет он был моим фаворитом. Сейчас я, конечно, уже перешла на более новый. Но тестирую каждый год. А так как по одному растению я всего выращиваю, конечно, невозможно выращивать и веренту. Но веренту от компании Manul я также всем рекомендую. Исключительно вкусный, ароматный, очень сладкий огурчик для салатов. Ну, вот просто потрясающе вкусный. Ну, на этом вот уже я буду заканчивать. Всем до новых встреч. Пока-пока.